После ночного землетрясения у сотрудников ГО и ЧС прибавилась работа. В случае подобных ЧП в дело вступает особый порядок. Дежурный диспетчер должен проверить состояние всех жизненно важных социальных объектов и убедиться в отсутствии разрушений и технологических аварий. Визуальный осмотр проводит экспертный отдел. Особое внимание зданиям, где больше пяти этажей и домам 335-й серии. После на работу отправляют коммунальщиков. У нас была разуслана телефонограмма по управляющим компаниям для обследования уже детального жилищного фонда. Сейчас в настоящий момент обследование происходит. На ИДДС предоставляется отчет от управляющих компаний по состоянию жилого фонда. Но пока никаких тоже разрушений или нарушений жизнедеятельности не выявлено. Кипит работа и в единой диспетчерской службе. Уже через пару минут после начала подземных толчков здесь стали разрываться телефоны. За ночь диспетчеры приняли почти 600 звонков. Тревожные сообщения продолжают поступать и сейчас. Успокаиваем людей, объясняем, что землетрясение – это природное явление, которое происходит стихийно, которое непредсказуемое, что мы не можем землетрясение прогнозировать, предсказать и оповестить людей вплоть до минут, что во столько-во столько будет происходить это явление. Пару часов на улице после землетрясения провели и некоторые ангарчане. В нашем городе интенсивность толчков составила 5 с лишним баллов. Больше всего испугались жители верхних этажей. Но в целом обошлось без сильной паники. Ждали вторую волну, а потом не спали до утра уже. Ждали, может, что-то МЧС напишет или еще какая-то информация будет в интернете. Ничего не нашли, к сожалению. Ребенок спал, а животные не спали. Пошли к выходу уходить из дома. Спали, но проснулись. Все не испугались? Нет. Я привыкщая в сейсмологической зоне на Байкале жила. Я проснулась, когда услышала гул, я проснулась. Это материнское чутье о безопасности детей. Мы проснулись, ребенок спал крепко, без волнений, до самого утра проспал. Серьезных разрушений в регионе, по данным МЧС, не зафиксировано. Однако на трассе Иркутск-Бурятия теперь придется провести масштабный ремонт. Подмытый дождями грунт после землетрясения съехал на несколько метров. Окончательные выводы о последствиях землетрясения экспертные службы сделают до конца недели. К тому времени коммунальщики должны окончить осмотр зданий. Жители ангарских домов сообщают о незначительных повреждениях, потрескавшейся штукатурке и трещинах. Каждый сигнал проверяют. Елена Шелик, Олег Левченко, Местное время.